Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» – программа для тех, кто хочет жить в мире с Богом. Мы продолжаем в наших передачах разговор о молитве. И сегодня мы открываем цикл бесед о молитве Господне, молитве «Отче наш». Молитва «Отче наш» имеет особую значимость, потому что она дана нам самим Господом нашим Иисусом Христом. Начинается она словами «Отче наш, и же и си на небесах» или по-русски это звучит так «Отче наш, сущий на небесах». Эта молитва является всеобъемлющей по характеру и по содержанию. И в ней как бы сконцентрировано все то, что нужно человеку и для жизни земной, и для спасения души. Господь дал нам ее, чтобы мы знали, о чем нужно молиться и о чем просить у Бога. И что просить у Бога? Первые слова этой молитвы «Отче наш, и же и си на небесах» открывает нам, что Бог не какое-то далекое абстрактное существо, не какое-то отвлеченное доброе начало, но именно наш общий небесный Отец. Сегодня очень многие люди на вопрос, верят ли они в Бога, отвечают утвердительно, но если спросить их, как они мыслят или как они понимают для себя Бога, что думают о нем, отвечают примерно так. Ну, Бог — это добро, это что-то светлое, это какая-то положительная энергия. То есть к Богу относятся как к некой абстракции, отвлеченности, виртуальной, как сейчас мы бы сказали, реальность, как к чему-то безличному. Когда же мы начинаем свою молитву словами «Отче наш», то сразу обращаемся к личному, живому Богу, как к Отцу, тому Отцу, о Котором Христос говорил в притче о блудном сыне. Многие помнят сюжет этой притчи из Евангелия от Луки. Сын, младший сын, решил уйти от Отца, не дождавшись его смерти. Он получил причитающееся Ему наследство, ушел в далекую страну, там это наследство промотал, прокутил, и когда уже дошел до последнего предела нищеты и истощания, решил вернуться к Отцу. Он сказал себе «Пойду к Отцу моему и скажи ему «Отче, я согрешил против неба, то есть перед Богом и перед тобою, и уже не достойно называться сыном твоим, но прими меня в число наемников твоих». И когда он был еще далеко, отец выбежал ему навстречу, бросился ему на шею. Сын не успел даже сказать приготовленные, заранее заготовленные слова, потому что отец сразу же дал ему перстень, как знак сыновнего достоинства, облачил его в самые светлые одежды, то есть полностью восстановил его в достоинстве сына. Именно таково отношение Бога к человеку, к нам. Мы не наемники, мы сыны, сыны Божии, и Господь относится к нам, как к своим чадам, своим детям. Поэтому и наше отношение к Богу должно характеризоваться именно преданностью и благодарной сыновней любовью. Когда мы произносим с вами «Отче наш», это означает, что мы молимся неизолированно, как отдельные личности, и у каждой из которых свой отец, но как члены единой человеческой семьи, единой церкви, единого тела Христова. Известный православный богослов, протерей Георгий Флоровский, как-то однажды в одной из своих бесед сказал, что даже тогда, когда человек, зайдя в комнату, закрывая дверь, по слову Евангелия, ты, когда молишься, зайди в комнату и, затворив дверь твою, помолись Богу, который в тайне, и Господь, ведя тайное, воздаст тебе явно, даже тогда мы не дерзаем говорить «Отче мой», но, находясь наедине с собой, наедине с Богом, со своими мыслями, проблемами, невзгодами, скорбями, страстями, мы с закрытой дверью все же говорим «Отче наш, иже еси на небесех». Иначе говоря, называя Бога Отцом, мы тем самым подразумеваем то, что все остальные люди – наши братья и сестры во Христе. Более того, когда Христос учит нас в молитве обращаться к Богу «Отче наш», он ставит себя как бы на один уровень с нами. Преподобный Семен Новый Богослов говорил, что через веру во Христа мы становимся братьями Христа, потому что у нас с Ним общий Отец, Отец наш Небесный. Что же касается слов «Иже еси на небесех», то они указывают не на физическое, астрономическое небо, а на то, что Бог живет в совершенно ином измерении, чем мы, что Он абсолютно трансцендентен, то есть удален от нас. Но через молитву, через церковь мы к этому небу, к этой трансцендентности, к этой удаленности, то есть к иному миру, имеем возможность все-таки приобщиться. Так в 4 часа утра начинается каждый рабочий день. Надо испечь горячий хлеб, батон, булочки и пирожки, чтобы к 10 утра свежая продукция уже заняла свое привычное место на прилавке магазинов. К этому времени постоянные покупатели уже будут ждать полюбившиеся хлебобулочные изделия. Выпускаем мы здесь 11 номинований хлеба, начиная от ржаных хлебов, кончая пшеничными хлебами. Также занимаемся выпечкой пирожков и сладостей. В данный момент у нас вот мы сейчас выпекаем хлеб ржано-пшеничный. 70% ржаной муки, 30% пшеничной муки с солодом. Очень такой вкусный хлебушек. На процесс изготовления ржано-пшеничного хлеба у нас уходит около 3-х часов. То есть от замеса до разделки теста, до формовки и выпечки. Процесс замешивания теста происходит где-то в течение 40 минут, так как мука ржаная на малооборотовом тестомесе. Потом происходит разделка теста и отлежка теста в течение 40 минут. Потом хлебушек формуем и выпекается она с печи 40 минут. Работа у пекаря творческая и непростая. Пекарь загружает сырье, запускает оборудование и следит за процессом. В частности, он контролирует выдержку теста, раскладку по формам перед посадкой в печь, определяет готовность хлеба в печи. С опытом многое можно определить на ощупь и на глаз. Некоторые операции невозможно механизировать. Например, плести из теста косички или наносить насечки приходится вручную. Профессия пекаря вообще, это очень такая ответственная профессия. Эту профессию нужно просто любить. Если ты ее не будешь любить, у тебя ничего не получится в этой работе. Весь труд у нас ручной. Все мы делаем своими руками. Вся у нас продукция только натуральная. Мы работаем без всяких улучшителей, без всяких добавок. У нас все натуральное. В то время, которое Русская Православная Церковь определяет для поста, тесто для всех хлебобулочных изделий тоже постное. На территории Андреевского собора и Спасо-Преображенского храма находится небольшой магазинчик – церковная трапеза, которую уже успели полюбиться тем, кто рядом живет или работает. Храм – дом молитвы, дом Божий. Что такое молитва? Это то, что нас объединяет со Спасителем. А храм является местом, где это единение происходит. Но молитва понятна взрослому человеку. Ребенку трудно выстоять всю службу. Ему просто становится скучно. Когда малыша только начинают приобщать к церковной жизни, то его приносят родители к самому таинству причастия. Это не является грехом. Главное не допустить, чтобы сам храм стал игровой комнатой. Как мы детей причащаем? Принесли, если он маленький, к самому моменту причастия. Если он хоть немножко уже начинает все соображать, осознавать, что он делает, то здесь, конечно, мы его заводим на молитву. И опять-таки, в храме, если мы приводим детей, мы должны смотреть, чтобы в храме, внутри храма не было игровой площадки, чтобы храм не превращался в игровую площадку. То есть ребенок должен быть в храме, когда он уже сам ходит, до того момента, пока он сосредоточен, пока он благоговеен. На территории многих храмов стали появляться детские игровые площадки. На самом деле для семьи, в которой есть маленький непоседа, это выход из положения. И ребенок при деле, и родители на молитве. Если ребенок не играет, он начинает баловаться, он начинает бездельничать. Если взрослый не работает, он бездельничает, у него начинаются тоже проблемы. Поэтому так называемая игровая площадка – это рабочая площадка для ребенка, где ребенок приучается к тому или иному действию. Здесь необходимо сейчас в наше время, чтобы у ребенка как можно больше была загружена вся его сторона. Не только интеллектуальная, не только духовная, но и физическая. Потому что человек – это душа тела. И ребенку необходимо, чтобы он обязательно двигался. Игровая площадка построена таким образом, что она развивает человека со всех сторон, чтобы у него все мышцы прорабатывались. Если ребенок не двигается, мы говорим, о, заболел, больной. Ребенок должен двигаться. Приходя в храм на молитву всей семьей, вы уже воцерковляете своего ребенка. Пусть во время службы он и сидит в песочнице, или бегает вокруг площадки. Подрастая здесь, на территории Божьего дома, в нем проснется интерес, что же происходит внутри храма, почему взрослые каждое воскресенье спешат на молитву. Так постепенно он откроет для себя непознанный мир веры. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Всего вам доброго и дохранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин